здравствуйте уважаемые зрители и подписчики нахожусь в городе витебске на входе в аллее воинской славы находящиеся недалеко с площади победы сейчас совершим обзорную прогулку смотрим что здесь есть витебске я уже бывал не один раз но честно говоря больше по работе проездом поэтому сам многое вижу впервые здесь находится музей техники принимавший участие года великой отечественной войны это знаменитая самоходная установка су-100 советская самоходная артиллерийская установка класса истребитель танков создана на базе среднего танка т-34-85 конструктор конструкторским бюро уралмаш завода в конце 1943 года в составе 337-го гвардейского танково самоходная артиллерийского полка принимал участие в боях за освобождение города витебске за прорыв витебского укрепленного района и освобождение витебска полк удостоен почетного именования витебске сейчас общий вид вот так вот выглядит су-100 т-34 самый массовый средний танк периода великой отечественной войны выпускался серийно с 1940 года с 1942 года являлся основным средним танком советской армии данный танк в составе 28-й отдельной гвардейской танковой лево-зинской бригады принимал участие в боях за освобождением города витебска командир танка герой советского союза гвардии младший лейтенант григорий дмитрий чермалая 76 миллиметровая дивизионная пушка образца сорок второго года зис-3 советская дивизионная противотанковая пушка главный конструктор грабин зис-3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием выпускавшимся в годы великой отечественной в составе 226 стрелкового полка принимал участие по язву освобождения города витебска за прорыв витебска укрепленного района и освобождение витебска полку достоин почетного именования витебске общий вид 85 миллиметровая зенитная пушка образца тридцать девятого года разработана в кп завода номер восемь имена калинина под руководством логинова и дорохова использовалась во время великой отечественной войны с 1941 по 1945 года благодаря высокой эффективности бронированным наземным целям активно использовалась против немецких танков применялась против высоколетящих целей в составе 33 зенитной артиллерийской дивизии принимала участие боя за освобождение города витебска за прорыв витебска витебска употребленного района освобождение витебска 120 миллиметровая дивизионная галпица образца 1938 года м-30 орудия серийно выпускалась 1939 по 1955 годы принимала участие в великой отечественной войне с 1941 по 1945 годы в составе 99 тяжелой галпичной артиллерийской неманской орденов суворов и кутузова бригады 3 гвардейской артиллерийской витебской хинганской краснознаменной орденов суворов и кутузовой дивизии прорыва резерва верховная главная команда не принимала участие в освобождении витебской области такое вот длинное название бригады артиллерийской так общий вид выглядит так это у нас посмотрим 122 122 миллиметровая гаубица д-30 была спроектирована в конструкторском бюро под руководством петрова предназначен для уничтожения и подавления живой силы противника разрушения взвод и других сооружений полевого типа борьбы с артиллерией но домеханизированными средствами танками противника находился на вооружении 103 гвардейской краснознаменной воздушно-десантной дивизии 57 миллиметровая противотанковая пушка образца 1941 года здесь два 57 миллиметровая пушка разработана грабину в 1940 году на момент начала серийного производства являлась самой мощной противотанковой пушкой в мире 50 миллиметровые пушки здесь два воевали с 1941 по 45 года в течение длительного времени состояли на вооружении советской армии составив 610 истребительного противотанкового полка принимала участие в боях за освобождение города витебска общий вид солнце засвечивает немножко так ну тут я не буду читать а а нет это здесь 376 миллиметровой дивизионной пушки образца 1942 года здесь 376 миллиметровой дивизионной пушка 42 года советская дивизионная противотанковая пушка лан конструктор грабин здесь 3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием выпускавшимся в годы великой качества войны составе 37 гвардейской пушечной артиллерийской бригады принимала участие в боях за освобождение города витебска за прорыв витебска определенного района и соблюдение витебска достойно почетного наименования витебска это тоже самое зачитывать не буду повторяется 76 миллиметровая звезд 3 то же самое еще последние две пушки осталось посмотреть 85-миллиметровой дивизионной пушка d44 разраба разработана в кб урал марш завода номер 9 под руководством главного конструктора петрова второй половине 44 года были было принято на вооружение в 1946 году д44 находился на вооружение находится на вооружение до настоящего времени еще не снято здесь тоже самое d44 85 миллиметровой дивизионной пушки так все место заканчивается обзор по самой площади победы сейчас отдельным файлом сниму так что не прощаюсь до встречи а 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